В Саудовской Аравии в конце месяца пройдет уникальный поединок. Один из самых ярких и эпатажных боксеров Тайсон Фьюри разделит ринг с дебютантом в профессиональном боксе Фрэнсисом Нгану. Правда, Фрэнсис – экс-чемпион UFC с сильнейшим ударом в мире. Когда президент международной организации продвигал бойца на первый титульник против Степи Миочича в 2018-м, он говорил, «Это обладатель мирового рекорда в силе удара рукой. Он эквивалентен 96 лошадиным силам, что равносильно попаданию под форт-эскорт на его максимальной скорости. Однако мощь кулака камерунца, считают фанаты бокса, ничто против оригинальной техники, мощного телосложения и взрывного характера Тайсона Фьюри. Ведь за его спиной годы превосходной карьеры, борьба с собственным настроением и порой неадекватным поведением вне ринга». Джеб цыганского короля В бокс Тайсон Фьюри пришел не из-за денег. В этом он признался в своей книге автобиографии. Почти каждый день я проделывал путь в 5 километров до зала Джимми Игона и еще 5 обратно домой. Потому что искренне любил спорт, как все начинающие боксеры. И мне хотелось испытать себя. Мне казалось, что все зависит от меня, включая все результаты и награды, которые я могу завоевать. Так ведь и должно быть. Но в какой-то момент, что в профессиональном боксе, что в любительской карьере, наступает пора, когда понимаешь, что за кулисами идет политическая игра. Я понял это, когда решался вопрос моего участия в Олимпийских играх 2005 года в Пекине. Игры приходились на мое 20-летие и должны были стать винцом моей любительской карьеры. Однако этого не случилось. Вместо этого я столкнулся с надувательством, которое часто преследовало меня в любительском боксе. Несмотря на то, что начало моей карьеры было многообещающим. Тренер Стив Иган принимал активное участие в карьере здоровяка. И это была мощная поддержка. Причем иногда с юмором. Тайсон вспоминает, что Стив Иган всегда думал, что имя спортсмена – прикол. А потом решил, что более подходящего имени для занятия боевыми видами спорта и не придумаешь. Как только он осознал, что я пришел не шутки шутить, Стив взялся за меня и в течение последующих пяти лет обучал боксерскому мастерству. А начал он с постановки джеба. Важность джеба в боксе невозможно переоценить. Это простой и надежный удар. И если уметь его бить, то этого уже может быть достаточно, чтобы выигрывать бои. Стив быстро понял, что я впитываю все как губка, вспоминает боксер. Джеб стал грозным оружием цыганского короля. Причем, когда он его ставил, регулярно отрабатывал в зале. Представлял себя боксером среднего веса, а не тяжелого. Так учил тренер. Это должно было помочь ему отличаться от соперников и переигрывать здоровяков в своей весовой категории. Детство среди кулачников Надо отметить, что Люк Тайсон Фьюри родился и вырос в идеалистической деревушке в Чешире. Он воспитывался в семье ирландских цыган. Отсюда и прозвище «цыганский король». Родственники участвовали в кулачных боях, а отец был профессиональным боксером. Понятно, что на глазах у юного Тайсона всегда была борьба за победу. Воля к ней и настоящий мужской характер. Поэтому позже, когда из маленького мальчика вырос осознанный король, в нем уже была закалка и голодный взгляд на взрослую жизнь. Школу он так и не окончил. Бросил учебу, чтобы помогать отцу и братьям. В 11 лет мальчик занимался прокладыванием дорог, пока сверстники сидели за партой. Позже семья переехала в Ирландию, где Тайсон Фьюри начал тренировки по боксу в Белфасте. Джон Фьюри, отец, лично занимался воспитанием сына и прививал ему любовь к боксу. Переход в профи В юности статистика будущего чемпиона была впечатляющей. Причем Тайсон выступал и за английские, и за ирландские бойцовские клубы. В 2006 он выиграл бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, а в 2007 стал чемпионом Евросоюза. В тот же год Тайсон добрался до финала чемпионата мира среди юниоров, в котором проиграл российскому боксеру Максиму Бабанину. Несмотря на кочевой образ жизни, Тайсон все же хотел попасть на Олимпиаду в Пекин, но уступил место Дэвиду Прайсу. Тогда тяжеловес хотел заявиться на главный старт четырехлетия от Ирландии, однако список олимпийцев был уже утвержден. В вечной борьбе за право показать свою мощь Тайсон решил попытать судьбу в профессионалах. После шести уверенных побед в 20 лет цыганский король добрался до первого в профкарьере титульного боя и стал чемпионом Великобритании, переработав в ринге опытного Джона Макдермата. Битва с Дереком Чесорой и первая защита титула 23 июля 2011 года Тайсон встретился с непобежденным Дереком Чесорой за титул чемпиона британского содружества. Дерек вышел на бой с лишним весом и этот факт оукнулся 27-летнему бойцу в поединке с Фьюри. Во втором раунде Чесора несколько раз серьезно попал и потряс Тайсона. Фьюри восстановился, начал клинчевать соперника. Дерек старался финишировать, но в итоге вымотался и устал. Тайсон работал по этажам и эффективно действовал на отходе. Впервые в профессиональной карьере цыганский король прошел всю дистанцию боя. 12 раундов. Судьи и нагласно отдали победу Фьюри. В ноябре того же года Тайсон вышел на защиту титула с еще одним непобежденным соперником, канадцем баснинского происхождения Невином Пайкичем. Во втором раунде Пайкич отправил Фьюри на канва с точным ударом справа. Однако развить успех у канадця не получилось. Тайсон вернул долг в третьем раунде и Невин дважды оказался в нокдауне. Канадец держался, но рефери прекратил избиение и засчитал победу Фьюри. Чесора. Реванш без интриги. 7 июля 2012 года Тайсон завоевал титул чемпиона Ирландии, уверенно перебив Мартина Рогана. А уже в декабре подрался с американцем Кевином Джонсоном. Болельщики ждали нокаут и зрелищную победу цыганского короля. Но вместо этого Фьюри и Джонсон чуть не усыпили зрителя скучными клинчами. Фьюри выиграл, но ему нужен был громкий вызов. Он уверенно разобрал Даррика Чесору в реванше. Причем накал страстей был на таком уровне, что за одну из словесных перепалок Тайсон даже был оштрафован за ругательство. На следующую встречу Фьюри пришел с заклеенным ртом. Сам бой не таил в себе особой интриги. Позже Тайсон бросал вызовы всем подряд. Дэвиду Хею, Владимиру Кличко и даже Рою Джонсу. Но именно украинский боец стал главной целью цыганского короля. Клиническая депрессия и возвращение в бокс. Вместо того, чтобы продолжать тренировки, боксер позволил себе погрузиться в депрессию. В этот период разгорелся допинговый скандал и он решил приостановить карьеру. Чемпион отказался от всех титулов, остался только пояс за ринг, условием сохранения которого был бой с Александром Поветкиным. Но ирландец не смог в нем участвовать и лишился последнего чемпионского звания. После входа с ринга Тайсон начал злоупотреблять алкоголем, а позже наркотиками, набрал вес и чувствовал себя ничтожеством. Он даже раздумывал о суициде и едва не попал в аварию на своей новенькой Феррари. Нет, стоя вспомни о детях, было у него в голове, когда спортсмен резко ударил по тормозам. Решиться на суицид стало бы признанием себя слабаком, поэтому Фьюри понял, что надо возвращаться в спорт. В 2018 году ирландец объявил о том, что возвращается в профессиональный бокс и хочет сразиться с албанцем Сефером Сефери. И сделал это, как всегда, эпатажно. Вместо традиционной битвы взглядов подхватил албанца на руки, а перед началом боя поцеловал его. Фьюри заявил, что мог бы вырубить его в первые 10 секунд, но хотел получить удовольствие от битвы, поскольку давно не выходил на ринг. Затем боксер единогласным решением судей одолел Франческо Пионетту и вышел на бой против Дентея Уайлдера. Уже в первой половине поединка ирландец демонстрировал преимущество и дважды отправил соперника в нокдаун, но тот держался до конца. В результате была объявлена ничья. Не менее зрелищной выдалась встреча со шведом Отто Валеном. В ходе боя Фьюри получил два рассечения, но он сумел продолжить поединок и выиграл. После этого ирландец вновь встретился с Уайлдером. На этот раз он был еще быстрее и ловчее, поэтому заставил соперника сдаться уже в седьмом раунде и присвоил себе титул WBC в супертяжелом весе. Это вновь вернуло ему статус мировой звезды. Весной 2021 года была объявлена предварительная дата поединка Фьюри против Энтони Джошуа. Эта встреча была бы шансом вернуть титулы IBF, WBA, WBO и IBO. Не удивительно, что ирландец ответственно подошел к тренировкам, однако бой отменился. Тайсон провел блестящий бой с Диленом Уайтом, досрочно победив оппонента и защитив титул чемпиона WBC в своей весовой категории. 3 декабря этого же года тяжеловес вновь сразился с Дариком Чесорой и победил его техническим нокаутом. Радость поклонников Фьюри омрачала лишь решение кумира об уходе из большого спорта. Жена, шестеро детей и новые бои Боксер женат на Пэрис. Пара начала встречаться, когда Тайсону было 19 лет, а девушке 16. Сейчас они воспитывают шестерых детей. Тайсон мечтает еще о четверых. Пэрис Фьюри неоднократно спасала мужа от пропасти, хотя позже признавалась, что хотела забрать детей и уйти от него, но каждый раз останавливалась. В итоге влюбленные преодолели невзгоды, а Тайсон Фьюри стал одним из самых высокооплачиваемых боксеров в мире и счастливым отцом. Мои отношения с женой улучшились, и я наконец стал самим собой. Я совсем не идеален. По-прежнему бывает, что у меня ни с того ни с сего портится настроение, и порой я говорю глупости, но с Божьей помощью я изменился. Я больше не хотел изображать кого-то, кем не являюсь. Я не собирался больше носить маску. Я просто хотел быть самим собой, хорошим мужем и отцом, а еще применить Богом данный талант к боксу. Пришлось признать, что иногда не мог адекватно оценить свое поведение, и что на меня влияет депрессия, с которой я всю жизнь боролся. Я желаю людям, которые видят, что с их близкими творится неладное, сил бороться за них, как Пэрис боролась за меня. Какой бы безнадежно ни выглядела ситуация, всегда есть выход. Я знаю, какой густой бывает тьма, но еще я знаю, что есть свет и надежда, и я тому пример. Как и все, я совершаю множество ошибок, но продолжаю бороться и ценить каждую секунду жизни, говорит Тайсон Фьюри. Тайсон Фьюри сегодня. Цыганский король построил великую карьеру в боксе, но все фанаты мечтают увидеть его противостояние с Александром Усиком. Стороны активно работают над тем, чтобы сделать противостояние великим. После анонса поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика все фанаты бокса с нетерпением ждут появления подробностей. А стороны не спешат раскрывать все карты, постепенно делятся различными интересными аспектами противостояния. Пока лишь предварительно обозначена дата. Бой состоится в декабре этого или в январе следующего года. А пока Тайсон пьет и веселится перед боем с Фрэнсисом Нгану, который ежедневно пашет в зале и готовится к победе над цыганским королем. Бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии. Легендарный боксер Майк Тайсон, подготавливающий бывшего чемпиона UFC к боксерскому матчу с тяжеловесом Фьюри, заявил, что результат их боя может стать самым большим разочарованием в истории бокса. Это станет величайшим разочарованием в истории. Я не думаю, что он, Тайсон Фьюри, сможет отдыхать в бою с ним. Фрэнсис намного сильнее его. Думаю, он потрепает его. И я просто с нетерпением жду звука первого гонга. Я взволнован, сказал Майк Тайсон.